Татьяна Федосеева, Междуреченская русская власть У меня есть пара абрикосов, которые мне приходится ежегодно спиливать, поскольку они самоволкой выросли Помидорная теплица из выброшенной косы, закупленных у Киргиза Все пищевые ходы выбрасываем в огород Вот интереснейшая тема, мы еще к ней вернемся Однажды толстым слоем замульсировали помидорную теплицу опилками Ну а теперь смотрите результат Порастали, вывердали Это не кажется, что вывердали Но она, видите как, возможно сырость И позволила порасти Но больше такого что-то не происходило Но абрикоса выживали Вместе по 20 сантиметров Треться черным закусчиком, почему она решила, что это абрикос Вот И иногда бывают чудеса Знаешь, что такое 20 сантиметров? Вот это 15 Вот, у меня пальцы, у меня 15 Представляете, что такое 20? Смотрите, это будет вот так А вдруг Вот Ну, смотрите дальше Внимание, почему я эту фотографию У меня таких писем много Почему я его выбрал? Ну, во-первых, чудеса Я уже должен схватиться за сердце И срочно, немедленно По тойной цене я вас покупаю Почему Под снегом перезем Перезем его вывает Ну, обычно абрикосы гниют под снегом То есть, до конца не верю, что это абрикос Ну, бывают же чудеса Бывают Хочу срезать черенки И продать желающие Провести эксперимент В группах с удовольствием по железу Ну, знаете Сейчас небольшая, достаточно легкая посылка Которую я кладу Допустим Четыре-пять Ну, получается От шести до десяти От шести всего А веточек, да Ну, все такое веточки Той-нибудь это Венчик вот такой получился Вот такой Вот Ну, еще немножко обмотал И обмотаю ехать Тоже легким этим Тряпка И Стоит она 400-500 рублей Где-то на данный высокий счет 400-500 рублей Одну кончику Один черенок у вас не купят За него надо заплатить Но если Повторять железовские Цены Ну, допустим 200 рублей 200 рублей черенок И 500 За пересылку Ну, даже если 400 Получается 400 плюс 200 Шестьсот рублей От раздельного веточек Тогда Надо было лучше высвать Десять веточек Ну, где вы найдете Таких Представляете Как дневно Нет таких желающих У меня и тут Так резко бывает Помните, я раз говорил Загадка Груша Загадка Слива Загадка От которой все видите Попробуйте Вот И получается Раз выжил Открыто в грудь Десять сантиметров Ну, это уже реально Видите, как у абрикоса Вот Может какой-то Видите Абрикос На шлеве Ну, что-то могло Было быть Необычное Хотя Я говорю Что Элективная гемилизация Это Это не наука Это И не фантазия Это фантастика В лучшем смысле Этот экземпляр Известно Вымерзает Но от повреденного слова Вы расставили новые побеги В этом году Появилась Корневая поросль И вот что интересно Валерий Константинович Вас интересует Как опытника Такие черенки Вот И еще яблоки Вот Тоже интересная вещь Яблоки среднего размера Уши шатки Осенние Наплодила с шестого года Ну, понятно Огрызок Это подтверждает Что какой-то процент Семечек Наследует Культурное свойство Молодец Прекрасить благословим Вас вебинаре И просьба Покупающим Курсички и семечки Писать Вот результат То есть Меня благодарят За то, что Это я Это ее просьба А моя просьба Покупающим Курсички Присылать фото За это она Благодарит У меня до санкетлась На ваш призыв В обратной связи Вы говорите То, что люди Раньше жили в раю Да, жили в раю Вот Ну, то есть Обезьяна Досталось это желание На дачу Участки Выросить Тысячу цветов Да, сейчас Поэтому Сейчас Живо Стремление Землю Украшать Садами Цветами Тут Мы с вами Единая Большая И вот Ее фраза Смотрите Ошеломляйся Да, мы Жили на земле Я помню Хотя Кто знает Может Полгай Помнится Вот Я инкарнация Не третит Менял Две подруги Еще раз думаю Что заказать Со мной Жду их решение За совместные покупки Федосеева Татьяна Вот Что я скажу Татьяна Значит Кунтурно качество На свете В общем Вот все Что касается Вы Что вы написали Да Это Возможность Где-то Советую чудо Но только Возможно Я был бы рад Если 2, 3, 5 Все Которые Проколали Ну, допустим Тысячу рублей Выслали Из них Там 400-500 Пересылка А 400-500 Ну Скажем Одно-две Три Веточки Хотя бы Так А потом Вы понимаете На что хотите На сливу На брюк И ждите Чудо Ну я же Так начинал В общем Дело